Вот так устроенные компонцентники сохранились в леонгологической ледовице в слоях, которым около полумиллиарда лет. То есть 500 миллионов лет. На самом деле, то же слово о том, какие это существа нам известны с прошлого, а какие неизвестны. Понятно, что ни одно само живое существо за такой срок нам сюда беги не может. Их останки. Но все ли останки нам известно. Что должно с останками живого существа произойти, для того, чтобы мы сегодня могли изучить. А это должно попасть в воду и засыпаться в ситуацию? После этого из него приготовились консервы, и из консервы полумиллиарда лет лежат. Мотал превратится в завеститься как? Вот, это другое дело. Мы имеем дело, конечно, не с самими живыми существами, а с опаменелостями. Про малекулатку мы услышали. Все предметы нашего материального мира состоят из этих супермекрочастиц. Биологические тела из одного набора, а вот минералы из другого набора. Но дело в том, что малекулаткины не стоят на месте. Они постоянно движутся. Правда, линейная скорость перемещения в твердом теле исключительно мало. Можно сделать такую вещь. Взять, допустим, серебряную золотую пластинку, от полярада гладко-гладко, и прижать плотно-плотно друг к другу. И вот если их оставить, где-то на 200-300, а сейчас 300 лет снять зажимы, выяснится, что вы их не можете разъять. Золото проникло в серебро, а серебро проникло в золото. Так произошла естественная сварка. Само прочное на свете дело не разнимается уже никак и никогда. В результате за миллионный лет нахождения в земной породе ткани живых организмов замещаются на частицы минералов. И мы получаем либо ядерную окаменелость. Ядерная окаменелость будет повторять по поводу тот живой существо, которое в этом месте лежало. Либо получаем от печали. Так скажите, с вашей точки зрения, все части живых существ одинаково хорошо умеют окаменевать? Нет, это приятно быстро. Лучше всего, что окаменевают? Скелеты. Скелеты и любые плотные части тела. Чешуя, допустим, очень плохо окаменевают. Зубы, которые не относятся к скелету, тоже окаменевают. А вот мышцы окаменевать не умеют. Когда вы где-нибудь на сайте, в сети, находите сообщение о том, что нашли окаменевшее сердце динозавра, дальше можете не читать. Чушь полная. Ну вот просто такой бред, рассчитанный на обывателя. Не окаменевают сердца. Кишечник не окаменевает. Вот если злюба съела, перед тем, как подигнуть, чего-нибудь тверденькое, то вот это твердое содержимое кишечника желудка окаменеть может. А вот сам кишечник, стенки желудка, печени, все прочее, лёгкие, не умеют окаменевать. Так? У анцепника чего-нибудь твердое внутри есть? Тверда. А она твердая? Я думаю, не скучаю. А она твердая? Ну вот, ребят, с детского сада, если вы в него входили, с детсадовского возраста, так, есть такой термин, детский термин, который звучит как «крепкий». Вот это крепкая вещь, а вот это некрепкая вещь. Ребят, крепкая бывает в окне. Ничего другого крепкого на свете, дружба бывает крепкая, это ради Бога. А вот такого свойства физических тел, крепость, не бывает. Есть самые разные другие. Вот твердость. А вот что такое? Хороший вариант ответа. Ну и как ее можно померить? Вы же не будете под микроскопом атома рассматривать? Ну, вес, да, вес к плотности. О, нет, не пройдет. Дело в том, что сами атомы весят очень по-разному. Вот объем они занимают примерно одинаковые, ну, не совсем одинаковые, конечно, но вот масса их может ограничаться в тысячу раз. Вот если вы берете один предмет из тяжелых, атомы, и они на большом расстоянии друг от друга, все равно его плотность будет больше, чем плотность предмета, где одно очень близко. Но они люди. Типичный пример. Что тверже? Свинец или алмаз? Алмаз. Он много-много раз тверже. Свинец очень мягкий не тот. А при этом у кого плотность? У свинца или у алмаза? У свинца. У свинца. Много выше. Так что твердость и плотность – это разные вещи. Биолог должен понимать, что такое твердость. Без этого он никогда не поймет, из чего можно сделать зубы, а из чего нельзя. И когти из чего можно сделать, а из чего нельзя. А бьем к весу? Нет, не так. Все намного проще. Берем два предмета и пробуем одним из них оцарапать другой предмет. Вот тот предмет, который не меняет форму, будет более твердым, у него агна ближе друг к другу, оторвать их друг от друга сложнее. А тот предмет, на котором осталась царапина, менее твердый. Ну и какая субстанция самая твердая на нашей планете? Как раз алмаз. Его твердость принята за десятку по шкале Моуса. Это самый твердый минерал, а алмазом можно оцарапить все, что угодно. А самый мягкий минерал тарик. Это верно. Кстати, очень мягкий минерал известняк. Я беру кусочек мела и провожу на мухом черту. Черта останется? Да. Это один из районов, который вообще является определяющим. Вот посмотрите, здесь более светло-класса. Вот видите, вот здесь более светло-класса. Вот здесь более светло-класса нельзя. Ну, посмотрите. Более выразительным стал. Приверное. Разумеется. Вот здесь бы я вот эту тень. Посмотрите, а на самом деле вот это вот, серое тетно. Там оно есть или нет? Вот попробуйте немножечко здесь поудрать. Так. Давайте смотрим. Вот на этом участке глазница контраст между очень темной, ну, частью глазницей и достаточно светлой внешней. Так. Совершенно очевидный. Причем здесь такая точная минераль, которая здесь проходит. Вот здесь уже более мягкий переход. Поэтому, начиная от вершинки, но глазничного отростка. Вот так. Очень ярко. И без вот таких разводов, как у вас. А совершенно, совершенно сплошь. Мелкие направления движения. Вместо противника. Триховка. А вот здесь будет такая же дождь. Тогда и вот здесь штриховка. И очень важно сделать яркой вот эту границу. Тогда у вас будет понятно, что выступает спуловая дуга. Что вот эта вот все височно-яно провалена. А спуловая дуга выступает на руку. Вот здесь немножко удастся. А вот здесь тень, ну, посмотри, Саня, я же ничего не буду думать, как она здесь. Здесь тень более яркая. Здесь есть тень такая, какая-то. Да, да. Вот, давайте пробуйте. Возьмиться вбел. Да, и вот те недочеты, о которых я говорил, вот, Саня, у вас яркая линия, да, а вдоль нее следуют кусочки. Вот их не должно быть. Они совсем маленькие, но они все это упортили. Вот когда вы вот так обратно уберетесь, у вас возникнет зрительный эффект выступания. Скуловой дуги надо вот это впечатать. Давайте в вознице поясни сейчас. Да, ну-ка, Поля. Ага, еще не успешно опачкать, это уже хорошо. Ну, а давайте смотрим, что делаем. Сейчас, сюда, сюда. Сейчас, давай, давай. Давайте сначала задумочную часть в порядок переведем. Вот здесь у вас светлое дно. Ну, совершенно не допустимая. Убираем. Так что вдоль контурной линии не имеет правила быть светлой пятен, потому что они воспринимаются как острый выступ. Вот. И теперь, для того, чтобы видно было, что рог поступает на черепу, вот эту часть в порядке делаем чуть более интенсивно. Вот так. Ну, и эту часть вот здесь немножко. Вот так немножко добавим. Здесь все хорошо. Да, и у вас получился, вот, смотрите, здесь. Вот здесь. Нет, вот сюда смотрите, на лист. Вот здесь более темно, чем здесь. Еще около границы. Значит, смотрите, там есть такая граница. Шов, да, шов, да, шов, да, шов, да, иди, потом, да, он, конечно, никуда не делся. Но вот таких случайных светлых пятен быть не должно. Так что для наших глаз это указать при изменении объема. Так? А здесь граница шов. Видите, как там хорошо видно, да? Снизу граница видна на нулю. Причем, как вам показывать? Вот здесь примерно такая сила, если вы заметите. А вот теперь туда-то смотрите. Вдоль вот этого шва, показываю, шов. Вот он, да, да? Найдите его. Видите его? Да. На черепах, видите, да? А вдоль этого шва. А вот вдоль него-то как раз светлая полоса идет. И вот, пожалуйста, у вас. Здесь делаем зажимочку более яркой. И все, получили выступание с плавой дуги над полом. Вот так. Вот этот шов поярче. Делаем, ну, до такой яркости. И здесь. На ноте. На ноте я, прежде всего, увозился бы сглубами. Посмотри, как. Ну, я одну часть зуба сделаю. Вот, смотрите. Яркость курини со всех сторон одинаковых, или нет? И залиты вот такие его полоски. Дух береглистых. Духши они, в смысле, наверное. Вот такая заливочка, очень хорошо показывает, как я делаю. Так. Ну, сколько полосок заливки, во-первых. То есть, перед зубом, чуть выше, через полоску? Значит, да. Ну, вот смотрите. У основания зуба эти артерики я держу. Это у любого зуба. Вот так, да? Затем осторожаешься совсем светлым. И вот так вот проводишь узкую тенеру. Вот так вот. Вот так вот. Зубами и, опять же, полосок заливки вдоль нижней стороны челюсти.